Продолжение следует... Хорошо. Продолжение следует... 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 Минут за 15 до линейки мы пришли в класс, посидели. Предварительно с учительным поговорили и пошли на линейку. Очень мало времени прошло, я уже не помню сколько, но вдруг раздались выстрелы. Я оглянулась, увидела одного из них в маске, без маски, а остальные были в маске, я уже за ними не наблюдала. Я даже не знаю сколько их было, потому что меня интересовала только моя дочь. И вот толпа сразу как-то испугалась, и паника, и вот я боялась ее упустить, и поймала девочку. Я не видела сколько их было человек, но я так поняла, что нас загоняли, где выход со спортзала туда, и вся толпа туда ринулась. И вот я девочку держала, и я не видела сколько их было. Но нас встали в окна, в дверь, в здании школы. В здании школы я думала, что только на улице эти вот, эти в масках. Оказывается, их в школе было очень много, они стояли вдоль стены и всех загоняли в зал. Когда нас загнали в зал, я даже в зале их не посчитала, потому что я наблюдала только за ребенком, как она себя ведет. Меня интересовало только ее состояние. Если бы даже их было двое, не 50, не 60, для меня это было достаточно, потому что ребенок очень испугался. Они стали, я не скажу, что они суетились, торопились, они стали раскладывать вот эти, я не знаю, что это такое, но зеленые чемоданчики, вот чемоданы из пластибы, я так думаю, вдоль окон, там вот эти стали вешать. А нас посадили, они не разрешали даже на корточки садиться, только вот на пол. А естественно, на полу столько месяца не было. В этой панике я, конечно, их не считала, сколько их было. Я даже поймала себя на мысли, что я даже их лица описать не могу. Вот какие-то вот расплывчатые лица, какие-то вот, только я могу сказать, что у кого-то борода длиннее, у кого-то короче. А сколько их на втором этаже или в коридорах, я не знаю. Но в зале их было человек 15. Из всех, кого мне показали с прокуратурой фотографии, я, конечно, не опознала. Ни этого вот с волнистыми волосами, с пробором, ни этого вот лысого, ни этого недорезанного со шрамом на шее. Его я тоже не видела среди них. Вот этот, который вот без маски он был. Он говорил, что мы заложники, мы не пленные. И вот, а он бандит. И подстриг бороду, она у него была длинная, чтобы попасть к нам, чтобы прийти вот убивать нас. Мы, говорят, на пути к Аллаху. Правда, я не поняла, какому Аллаху они, на каком пути с этим багажом. Это кто говорили, не помнит? Конечно, вот волнистый волос с пробором. И вот у него была короче борода, чем у этого лысого. Я их только так могу описать. А так вот никаких вот, я даже описать могу. Вот этот вот, еще один, золотые зубы, голубые глаза. И вот худой, с режей, вот такой редкой бородкой. Вот его могу описать. А остальные какие-то все. Вот его видела. Но сейчас он довольно хорошо выглядит. Да, мы его так хорошо откормили. Выйдет, опять в лес побежит. Здоровый. Они стали нервничать, потому что с ними никто не выходил на связь. Они пытались выйти на связь, но с ними никто не выходил на связь. Это мы точно знаем, потому что они при нас... Ну, посадили и стали взрослых выводить мужчин и старшеклассников. Мужчины стали вот тумбочки выносить, там телевизор вынесли. Они, наверное, думали, что они включат, чтобы мы посмотрели. Но когда не было никакой информации, они его нам не включили. А тумбочки выносили, они дверь на выход вот со спортзала закладывали. Потом мужчину ввели и больше их не завели. Завели еще, по-моему, двоих, а остальных мы больше не видели. А старшеклассников завели. И они сели на место, а потом... Ну, там что-то отнести, может быть, потом они окна вот эти наверху выбивали. Поднимали старшеклассников. Первый день, да? Да. Что происходило во второй? С первой на второй нас завели. Нет, мы ночевали в зале. Оставили нас. Ну, что происходило? Не знаю, что. Я вот такой свидетель, что я ничего такого не видела, что вот тут рассказали. Но на самом деле то, что они рассказали, это, наверное, было правдой. Потому что они каждые 15 минут выходили в тренажерный зал и по 45 минут стреляли. Я так думаю, что одна обойма, чтобы 45 минут стрелять, этого недостаточно одной обоймы. В других я не разбираюсь, но автомат я так видела. Я не думаю, что у них, вот, когда они нас загоняли, у них никаких сумок не было. Даже не у всех были вот рюкзаки. И вот, чтобы занести вот это все, вот то, что они в школе... Почему выводы? То, что они в школу занесли, вот у нас в зале было заминировано вот эти стояния. Спасибо, Требеков. Да пока давайте за то, что за события расскажем. Да, пусть она рассказала. Потом задавайте вопросы. По вас, да, на что-то на что-то. По вас. Что такое? Что за базар вы начали в зале садить? Второй день, второй день мы сидели, нам воду уже не давали, в туалет не вводили. А взрослых вообще не выпускали в туалет. Нас вывели уже только утром. Это второй, на второго часа утром. Изнаида Азаматовна подошла, позвала террориста, говорит, выведите, пожалуйста, в туалет. А так взрослых вообще не выпускали, воду не давали, только детям. А потом второй день разрешили только тряпки мочить. Воду уже не давали. Ну и первый день к вечеру не давали. И второй день сказали, что воду мы не дадим, потому что вода отравленная. Ее нельзя пить. Их вода Аушева видели? Конечно, видела. Конечно, видела. Он зашел к нам в какое-то черное, только лицо было видно. Там больше ничего не видно было. И когда он зашел, они нас долго предупреждали, чтобы мы тихо сидели, потому что сейчас придет Аушев. Конечно, меня это очень удивило, потому что кроме Аушева у нас есть еще другие депутаты. Есть у нас, наверное, я не думаю, что их не снарешены тоже. Они бы в стороне остались. Они никого не запустили, только Аушева. И когда Аушев зашел, они очень смирно себя вели. Я так поняла, что они его боялись. Потому что они автоматы опустили, они к нему подошли. Очень смирные, не такие, как они без него были. Я так поняла, что он у них главный. А из него тут герои делают. Описывают так героя. Он вывел детей. Он свой интерес какой-то представлял, наверное. Но он специально туда зашел. А детей вывел просто, чтобы сказать, что вот он помог нам. То, о чем он говорил, я, конечно, не слышала. Я немножко подальше сделала. Я не слышала, что он ему сказал. Ну, давай, если за второй день вам ничего больше сказать, то в третий день. Третий день началась паника. И дети, и взрослые стали падать. Детей стали выносить уже. Тем не менее, они воду не давали. Даже тем детям, которые умирали, родители кричали. Вот у меня девочка умирает. Там взрослые уже лежали, умирали. Они никому ни воды не давали, ни выпускали. Но все-таки они как-то в коридор еще пытались ребенка вынести. Хоть, чтобы немножко ребенок подышал. И такая паника началась, что даже когда взрыв прогремел, я не удивилась. Потому что к этому и шло как раз. Они тоже стали нервничать. Но они тоже хотели жить. Они говорили, мы тоже хотим жить. Нас дети ждут. Хотя первый день они были на пути к Аллаху. Отвести они жить захотели. Трудно передать словами, что происходило, ответить. Как люди, вот в какой панике были. Помните, что взорвалось в людей? Нет. Вот прям перед взрывом. Девочка все время у меня на руках сидела. Я очень устала сидеть. Конечно, на полу сидеть три дня, это непросто. И я повернулась, ноги убрала. Я легла и ноги подняла, колени. И девочку посадила между колен. И руку положила на голову. И когда взрыв прогремел, я глаза открыла. И меня интересовала только моя дочь. Я больше ничего не интересовала. И взрыв, как произошел, я это не могу сказать. Я осознаю, ни на секунду не теряла. Но как произошел первый взрыв, я не поняла. Потому что я только почувствовала, как все содрогнуло. Стены, потолок, все. И когда открыла глаза, я наблюдала только за девочкой. Вышли она или нет. Второй взрыв, я помню, что он пошел отсюда. Где вот стояли вот эти вот чемоданы. И вот я не знаю, что это такое, вот эти зеленые. Взрыв точно знаю, отсюда пошел. А третий взрыв, я точно знаю, что в окно что-то забросили. Это я точно поняла. А еще был взрыв такой небольшой. Там висела бомба. Она не до конца взорвалась. Она еще вот там половина только. И вот она так вот горела. Я подняла голову, посмотрела. Один из террористов крикнул мне, отползай, говорит. А я говорю, вот дурак, куда я буду отползать, когда тут кругом мертвые. Я пустила голову. Взрывной волной меня вот так прижало к полу. Хотя я лежала, но я почувствовала, как меня к полу придавило. Удяляюсь, как вообще девочке ничего не было. Потом, вот когда третий взрыв. Произошел уже, оказывается, я и не поняла, что там выпрыгивали в окно. Я их не видела, потому что я видела только, что впереди происходит. А впереди все были мертвые. Мы лежали, там никого не осталось. Кроме меня, моей девочки, вот мама 42, больше никого не осталось. А вот кто там сзади, они в окно выпрыгивали. А потом, а кто вот контужен и раненый, они встали. И уже пораненым, поживым, кто бы не был, они вот так наступали и пошли вот в сторону террористов, откуда они стреляли. Они им кричали вот первое время, что надо в ту сторону идти. Но они, конечно, ничего не понимали, они шли прямо вот на них. Они их стали собирать тогда, когда они поняли, что они их не слышат и не понимают. Они стали всех раненых, кто мог ходить, собирать и вот в этот коридор. Ну, я потом уже, когда в декабре я вернулась с Москвы, я тогда узнала, что их в столовую загнали. И всех собрали, вывели туда. И вот в какой-то момент наступила тишина, спецназ еще не вошел. А эти не знали, в кого стрелять, наверное, они как-то ждали, что отсюда нападение какое-то будет, кто-то войдет. Ну, через некоторое время стали вот спецназ. Когда спецназ зашли, человека четыре, наверное, они стали вот туда, в сторону этих террористов. И уже их туда стали загонять, в коридор. И вот по коридору уже я их не видела, а вот стали заходить тогда, наверное, жители. И парень какой-то забежал, и, наверное, он кого-то искал. А я руку держала, чтобы он видел, что я живая, потому что все были мертвы, все лежали. И он, когда на меня посмотрел, я ему показала, чтобы он девочку взял. Говорить-то я не могла. И он тогда через весь зал прибежал, взял девочку и вынес ее. Ну, а потом я руку опустила. Меня интересовала только моя дочь, лишь бы она вышла. Руку опустила, спокойно лежала, только наверх смотрела, потому что у меня над головой уже этот пластик горел, капал. Потом какой-то парень мимо пробежал. И я не знаю, я никаких не подавала, никаких этих, что я живая, не стонала, ничего, потому что я боли вообще не чувствовала. Он оглянулся, увидел меня, подхватил под руки. Я еще про себя подумала, что он меня тащит, если там сколько детей еще живые, можно было в кого-то из детей вынести. И он меня уже потащил, по горящим, потому что у меня юбка уже горела, синтетика и вот плавилась. Вынес меня через этот, через этот тренажерный зал, там вот к огороду. И в огороде уже меня передал, и там меня положили на носилки и вот в скорую помощь. Скоро в залу не попали? Нет, я ходить не могла. А Кулаева где вы? А Кулаева я видела в зале. Ну он, я так поняла, что у них у Кажева был свой пост. Он просто из любопытства заходил. Зайдет, так посмотрит, понаблюдает за нами и выходил там, поговорит. А вот эти моменты, подробнее, в какой день? Если я скажу, что я не видела, что он стрелял в кого-то, убивал кого-то. Это же, конечно, было. Это же не значит, что он не виноват. Если тебе человека сказали, что он был в школе, какой суд над ним нужен еще? Я вообще не понимаю. Нет, ну не знаю, это, соответственно, просто какие действия он предпринимал. Никаких действий я не видела за ним. Одно то, что он там был, все. Я не знаю, что он там в коридоре делал. Я не знаю, может быть, там кто-то в зале, это, в классах, а потому что не все вот на линейку выходят. Мальчиков загнали, а больше я никого не видела. Я же не знаю, что он там делал. Он там был. Это я точно знаю. Я его в Москве видела. Я его в Москве видела по телевизору. И сейчас, когда изредка я... Автомат. Автомат? Да. Такой вопрос. Вот вы говорили, что когда люди стали разбегаться после взрывов, боевики стали стрелять. Но в кого они стреляли? Стреляли, я не знаю, в кого они стреляли. Они же боялись. У них страх был панический. Они что учить хотят? Ну, стреляли, они думали, что вот кто-то... А вот они стреляли? Вот это я не скажу. Вот при мне они в заложников не стреляли. Ну, ну... Ну, понятно. А вот после взрывов, когда вот было некоторое затишье, а потом снова, когда появились здесь надобцы, началась снова стрельба, боевики отстреливались? Да, конечно. Конечно, отстреливались. А в целом, какое было оружие у бандитов? Вы можете сказать? Ой, какого только не было. Я во всех не разбираюсь, но у них было очень много оружия. Притом немаленькие какие-то длинные тоже, с ними тоже. Они нас пугали или... Я не знаю, что они с ними тут это... С противогазами ходили сюда-сюда. Вот иногда заносили гранатомет. Вот это я знаю, что с длинным стволом. А еще кроме этого, а другое что-то, я не знаю. Ну, я во всех не разбираюсь. Ну, банальные гранаты, вот из этого всего. Ну, конечно, конечно. А женщин сколько было сведений? Я женщин, две женщины видела. Но мой сын сказал, что был снайпер. Он ее видел. А когда вы их видели? Первый день? Первый день. Больше я их не видела. А убийство Бетрозова в зале убить? Видела. И как-то подсчасть из того, что его убили? Ни за что. Он успокаивал. Они же говорили, чтобы все сели. А дети не могли сесть, потому что места не было. И Бетрозов в тишину как бы помогал, чтобы сели, чтобы не раздражали их. А в спортзале в каком месте вы находите? А вот прям под кольцом, я не знаю сколько, ну вот чуть дальше, чем вот эта стена. Может быть, на таком же расстоянии, вот при входе вот со школы в спортзал. А вот вы видели, как в спортзале зал был? Видела, но я не знаю, что они там делали. Они там вот в углу там что-то ломали, но я не поняла, что это было. А вот вы как в описании двух из боевиков впоследствии вы знали, кто такие? Ну вот, может быть, с кодов под это описание подходит. Вот этот, с золотыми зубами и голубые глаза, и жестокий вот этот, очень жестокий. А вот брата Кулаева не видели без правой руки? Я не помню его. Я так особо не приглядывалась, у кого из них рука, и у кого нога. Но я не помню его. Одежда у меня горела или нет, я вам точно не скажу. Но когда он меня вот под руки взял, вот потащил, уже после взрывов, да, я сама ходить не могла. Он меня потащил уже, по-моему, по горячим, потому что я чувствовала, что у меня юбка вот плавится. А еще в зале что-то горело, нет? Конечно, горело. Вы вывели еще до пожара, да? До пожара, но это нет. Взрыв произошел сразу после первого взрыва, я так думаю, потому что после третьего взрыва я подняла голову. Я думаю, остался там кто-нибудь посмотреть. Повернулась, и уже вот там дверь, которая была заложена этими тумбочками, тумбочки уже горели. После третьего взрыва. Так что пожар начался, я так думаю, что сразу после первого взрыва. Вот вы говорили, много было погибших, рядом со мной все были убитые, мертвые. А сколько примерно вы можете определить? Ой. Нет, нет, я не могу это определить, потому что они все лежали, как я могу определить, которые лежат погибшие. Просто очень долго у меня вот, они же друг на друге как бы оказались, они же сидели и упали. И когда вот мои уши были внизу, я очень долго еще слышала, правда, это были голоса девочек. Я еще долго слышала голоса, мамочка, прости, мамочка, прощай. И я знала, что они раненые. Но потом... Какие вы получили телесные подушники? У меня были и ноги, и руки раненые, а все пули, которые полетели, они у меня были в руке. Поэтому у меня голова целая осталась. А так все тело у меня, внутренность, все были перебиты. Асколочные ранены, да? И осколочные, и пулевые, у меня до сих пор пуля в легком. И пулю я получила сразу после первого взрыва. Потому что у меня девочка лежала на коленях. А я когда глаза открыла, когда пыль села, я увидела, что она у меня лежит на доске. Доска у меня на ногах, а сверху девочка. Я не знаю, я рук не чувствовала, но я каким-то усилием я девочку приподняла, эту доску сбросила, чтобы ей не тяжело было. И вот поняла, что она нервничает. Она два раза подняла голову, смотрела, жива я или нет. И я тогда потихоньку встала ей вот так по щеке, чтобы она не нервничала, пока кто-то зайдет, чтобы она спокойно лежала. Скажите еще, вот вы говорите, что зверь из Белартии, что с ними переговоры не вели. А вы сами слышали вот телефонные переговоры? О чем они говорят? Я слышала второго вечера, они не знают, с кем на связь вышли, но кто-то к ним все-таки с ним переговорился. И я только услышала, наверное, на том конце сказали, а что с мертвыми это будет. А этот говорит, который с пробором, о мертвых потом поговорим. А этот, который лысый с бородой, без рукав, майка, он стоял вот в дверях, и он говорит, и он ему показал, закрой, говорит. Это мертвых, которых они увидели, да? Да, да, да. И он закрыл телефон, и даже не попрощался, ничего и вышел. Ну, вот этот разговор, единственное, я слышала, потому что я недалеко он стоял, поэтому я тут это слышала. А с мертвыми что это? А он говорит, о мертвых потом поговорим, я так думаю, да? А этот ему сказал, говорит, закрой. Он закрыл и вышел. Я не слышала, я не слышала, но он очень нервничал. Он несколько раз, наверное, там, выходил на связь кто-то с ним, и он очень нервничал, потому что он сразу телефон отключал. Что-то ему не нравилось. Спасибо, Матерпетовна. Вот вы рассказали сейчас то, что вы сами видели. Это я сама все видела, все сама. У меня к вам будет такой вопрос. Вот вы пояснили, что боевики стреляли из тренажерного зала. А куда они стреляли? В смысле, первый день, второй день? Они не из тренажерного, а в тренажерном, по стенам стреляли. В тренажерном зале? В тренажерный зал заходил, он один из них, и все время вот регулярно туда заходил и стрелял. Я так думаю, чтобы вот на улице слышали, что тут стреляют. И скорее на связь выходили. И он минут 45 вот так очередь давал по стенам. Скажите, скажите, пожалуйста, а вот были взрывы в здании школы? Были. В какой день? Первый день. Первый день. Вам известно, что взрывалось или кто взрывалось? Нет, я не знала, что там взрывают. Но когда второй день утром нас вывели в туалет, извините, то я увидела, что все классы были перевернуты. Они их взорвали. Я еще про себя подумала, интересно, дети наши в школу когда теперь пойдут. Фатима Трубековна, еще такой вопрос. Вот вы свои показания помните на предварительное следствие? Конечно помню. Помните. Я почему вас спрашиваю, вы не говорили в своих показаниях, что было 4 взрыва? Когда я в реанимации лежала в электроцентрической больнице, ко мне пришел следователь прокуратуры и стал спрашивать. Но у меня открылась рвота, и я не смогла больше ничего говорить. То же самое, вот к девочке тоже рядом лежала, тоже у нее рвота открылась, она не смогла показания никаких дать. А меня о взрывах никто не спрашивал. Сказали, как я там оказалась, где сидела. Позвольте, я оглашу вот как раз момент относительно взрыва. Она здесь вот... Это стоит существенно? Да, это существенно, конечно. Это показания, к ее есть, конечно, существенные противоречия. Фатима Трубековна, вот ваши показания, слушайте внимательно. 3 сентября, так, оглашается том 62, листы тела. Это ее показания. В общем, на листе дело 113. 3 сентября 2004 года примерно в 13 часов сработали взрывные устройства. Мы с дочкой в это время находились на краю зала, левее от входа. Правильно? Да. От чего и в какой последовательности происходили взрывы, я сказать затрудняюсь. Находилась в шоковом состоянии. Правильно эти ваши показания? Я не помню в шоковом, но я ясно помню все эти взрывы. Тогда, может быть, я даже так сказала, потому что я была в таком состоянии, что мне и говорить не хотелось. Они пришли, мне сказали, мы просто вас признаем потерпевшими. Это вот в детали никто не вникал. Вот дальше вы говорите. Я не могу точно описать, как происходило все, как происходило освобождение. Находилась в шоковом состоянии раненая. Я уже сказала, что когда они ко мне пришли в прокуратуру, они мне сказали, что мы долго вас не будем, просто в детали не будем вникать. Просто мы скажем, чтобы вас признали потерпевшие. Это единственная была у них цель, чтобы признать меня, что я в школе была. Да, если бы детали кого-то интересовали, может быть, этот следователь уже сделал сам какие-то выводы, что я была в шоковом состоянии. Да, я была в шоковом состоянии, но у меня память ясно работала и тогда, и сейчас. Единственное, я не помню период с 3 по 7, потому что я была вот... Вот такое шоковое состояние у вас случилось после какого взрыва? Шокового состояния у меня не было, потому что у меня память работала ясно. Я прошу успокоиться в зале. Все время, потому что у меня единственная проблема была моя девочка. И я ни на минуту память не теряла, потому что ирония не в голову. Вы чувствуете, что вы на вопрос не отвечаете? Отвечаю я. Когда вопросу говорила, вы ее прерывали? Отвечаю я. Я в шоковом состоянии не была. Это их не было. Нет вопросов к ней. Успокойтесь, я прошу в зале тишину соблюдать. Я прошу, я еще раз говорю, я прошу вас соблюдать тишину в зале. 12 октября вы были допрошены, почти через полтора месяца. 12 октября к нам приходил в Москве следователь. Так, все, вопросу забыл. Правильно. Я дал возможность представителю потерпевшего задавать вопросы. Я еще раз объясняю, что и даже 12 октября мне никаких показаний не хотелось добавить. Просто они пришли, опять-таки сказали. Вот позвонили из Беслана, сказали, еще раз вас признать потерпевшими. Вы понимаете, что в таком положении, в такой вот, в такой вот это, они в детали не вникают. Им главное признать меня, где я сидела и кто вокруг меня сидел. Была ли я на самом деле в школе или нет? Это их только вот это интересовало. А детали их не интересовали. А я вам еще раз говорю, что с первого взрыва, вот с первой минуты, как я вышла из-за му, я ни на минуту ничего не потеряла. И ничего не забыла. Я в голову ранее не имела. Руки, ноги, внутренность, да. Но голова у меня ясно работала до конца. И сейчас я прекрасно все понимаю. И понимаю, меня с детства, с рождения учили говорить правду. Но что-то нам правду не говорят. Газету читаем и удивляются, что вот Беслан в таком состоянии, вот люди вот такие друг друга. Да, мы ненавидим друг друга. Потому что столько лжи в этих газетах, столько вот, что даже стыдно читать вот это, то, что вы пишете. Это вот такие операции, я так думаю, что не месяц, не два готовятся, а очень долго. Потому что вот то, что там было, это не один день. Не в один день занесли. А кто не виноват, я сейчас не буду об этом говорить. Есть специальные люди, которые должны это выяснить. Успокойтесь, ну в конце концов, ну что это такое? Давайте уважать друг друга. Пожалуйста. Ну, конечно. Когда нас загоняли... Да, в смысле, вот как они себя вели, да. Нет, они сначала не нервничали. А потом они стали нервничать от того, что к ним никто не выходит на связь. Они, наверное, просто не ожидали, что вот с ними никто не свяжется. Это наши предположения, да. Да, да, конечно. Ну вот я... Вот мы сидим, и вот он заходит и говорит. Я вам вопросы буду помогать. Вот там разговор шел, а числет завозит. Он зашел, да. Он зашел и сказал. Интересно, что ли вы тебя говорите. Конечно. Он зашел и сказал. Вот сейчас, говорит, передали, что в школе всего 350 заложников. Вот мы сделаем все, чтобы у вас всего осталось 350 заложников. Ну, как вы это оцените? Ну, я так оценила, что они... Я так думала, что они не смогут это сделать. Потому что столько детей, как можно руку поднять на ребенка? Ну, внутренне я вот подсознание... Я думала, что они не смогут это сделать. Не сделают. Но они, по-моему, и сами не думают. Вы поверили, и сегодня вы верите в то, что говорили, что у вас 350. У вас 350 там было? Конечно, нет. Ну, а кто-то, да, и почему так, вы считаете? Ну, да. Почему-то, наверное, говорили по телевизору, что у вас 354, а не 300. Что по вашему это делал? Наше руководство. Зачем? Чтобы паники, наверное, не было. Я не знаю, зачем это было сделано. Но факт то, что это было на самом деле. Они несколько раз заходили и возмущались, что вот они не выходят, что они говорят, что у нас 350, что вы никому не нужны. На связь вы говорите или на переговоры? На переговоры. Так уточните, на переговоры или на связь? На переговоры. Ну, не надо, я извиняюсь, подождите. На переговоры. Я пообращаюсь к потерпевшим. Я вас прошу, дайте ей возможность самой. Ну, не надо ее подсказывать, перебивать. Ну, пожалуйста, дайте ей возможность высказаться. Пожалуйста, продолжайте. Вы считаете, кто-то должен был идти на переговоры? Я не могу говорить о том, что Засохов должен был зайти. Каждый... Я не могу спрашивания от Засохова. Нет, ну, они от Засохова требовали. И не по одному, а сразу. Засохова. Вы говорили, что они от Засохова требовали. Ну, может быть, упустила, но не надо, вот прям это. Вот они сказали, что они требуют, чтобы зашли Засохов, Аслаханов, Зязиков, да, и этот.